еще один пакетик с деталями пришел посмотрим что здесь где их разрезать получше смотрим что пришло так упаковка какая-то пусто что забыл вилки-палки я заказывал фото транзисторы а их же здесь не видно как вы можете видеть я думал пустую упаковку прислали или пустой кулек закрутили на себя по накрутили пупырышками вот вот достался таки посмотрим заказывала я фото транзисторы для инфракрасной подсветки которые включают и отключают у нас здесь их нету в городе у меня вышло из строя на одной камере вот эта фигня как вы можете видеть вот такие типа светодиодов но усеченные сверху так ладно я все-таки тоже потом раскрою посмотрим померяем заказывал вот так вот в упаковке это фото транзистор давайте еще достану один покажу что он вот пришлось столкнуться с этим вот такой вот типа усеченный светодиод но это не диод это фото транзистор ножки это база и коллектор а куда падает солнце то есть свет это у них база я покажу на рисунке у меня есть табличка и на нем кстати нарисован этот транзистор я вначале думал тоже это сопротивление фото сопротивление потом подумал фотодиод а когда пошел магазин покупать мне сказал продавец что это транзисторы такие но у них не оказалось у них оказались другие транзисторы такие же фото транзисторы не усеченные а как светодиодики я на всякий случай взял я вам покажу что они себе представляют и проэкспериментирую на своей плате видеокамеры плата подсветки и попробую поставить один и запустить плату подсветки видеокамеры так ладно я положу фото транзисторы я первый раз и не сталкиваюсь и поэтому неудивительно что многие даже не знаю что это такое поэтому постоянно путают их говорят фото сопротивления фото сопротивления другие фотодиоды это оказывается вот что такая фигня ладно посмотрим попозже разберемся смотрим как реагирует на свет наш фото транзистор так как мы видим 0 180 170 вольт так убираем свет падает до 0 у меня есть еще другого типа фото транзистор чуть поменьше вот такие размеры у них это я выписал с алиэкспресс а алиэкспресс а это я купил в магазине две штучки такие так для пробы для экспериментов так попробуем теперь этот вставил так вот он показывает 0 171 170 180 также применительно показывает так делаем ему темную так делаем также срабатывает также в обратную вставим естественно нет ничего это тоже также работает так есть в обратную прозвонку диодную нет ничего ставим теперь наш мультиметр на сопротивление у нас сопротивление и проверяем также смотрим как гулять будет сопротивление так поставим так так 5 килоома 6 мегаом 06 так не будет просчитать сколько у него ом ну ладно 23 мегаома полной темноте полной темноте ну не полной а приблизительная так переворачиваем его другой стороной так 05 05 до 120 килоом 120 130 бывает в общем 120 120 килоом приблизительно от 05 килоома до 120 килоом да тоже пробуем другим маленьким наш фото транзистор который мы приобретали в магазине так 0 4 килоома делаем темное сильное даже много ну 39 даже не могут просчитать 20 20 мегаом 27 28 так вот примели приблизительно 35 мегаом так переворачиваем обратно так 06 41 133 киловома от 06 до 133 тот у нас было от 050 до 120 ну этого чуть побольше нижний интервал 06 у того было 05 киловома здесь 130 у этого 120 было вот так вот проверили как работает эти два светодиодика но теперь я пара проверю все работают ли они таким образом или нет приблизительно посмотрю какой может лучше какой хуже проверяем на сопротивление все наши дима светодиодики так м3 14 так так 06 142 так надо засечь как ставить так урезанной частью здесь так и будем ставить что вот получше проверить так 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 130 так прям другой смотрим блин разъем плохой взял плохо вставлять 20 3 так я назвал так, это что-то непонятно так, еще один ставили проверяем 126 0,6 проверяем так, что ты будешь делать? плохо вставляется так, 0,6 так же 121 хорошо, 120 с чем-то есть так, еще один 0,6 так, полную тюрьму как будем сделать так 140 так проверяем сопротивление так, 0,6 кОм 140-150 кОм так так так, 0,6-0,5 это чуть поменьше 124 так же есть работает 0,7-5 106 Плохой контакт видно, 125 пиловом, кстати, здесь усечённое, усечённое у нас на плюсе, усечённое на плюсе мультиметра. Так, 06, 130, в принципе, есть, всё, что надо есть. Кстати, усечённая сторона, если можно видеть, так поближе подведу, это коллектор. Так, теперь в обратную сторону поставим коллектор, будет не на плюсе, а на минусе. Так же пройдёмся, посмотрим, что здесь. Так, перекрываю, 36 мегаом, бросаю, посчитать не может. В общем, очень низкая, сопротивляю, вот видно, 0,4, 4 килоома. Так, ладно, дальше. Так, обратно переворачиваем. Ставим. Так, перекрываем. 36 мегаом. Так же, если повернуть, чуть-чуть опустить вниз, показывает сопротивление, какое. На свет направляю, уже падает практически до нуля, наверное. Падает. Вот, направляю на стол. Или в темноту. Или потемнее. Ладно, снимаем. Проверяем. Ещё один. Так, на свет. Не может определить. Прикрываем. 20, ну, 30 мегаом где-то есть. Так, ещё раз. Ставим. Перекрываем. 35 мегаом здесь даже. Больше. Так. Ставим. 6, 6 килоом, 4 килоома. Так, перекрываем. 34 мегаома, 36. Так. 5 килоом, 36, до 40 даже. Так, ещё один. Ставим. Так, не хочет. Хочет выключиться. Так. Перекрываем. 36 мегаом. Так, мы видим очень маленькое сопротивление. 4 килоома. Где-то начинается с счёта 4. 4 килоома. Ставим другой. Так. 3-4 килоома. Перекрываем. Это что-то непонятное. Сильно мало. Килоома. 190 килоома. Маловато. У тебя были мегаомы. Так, ладно, отложу сейчас. Позже потом проледю. Почему? Так. Позже потом проледяем. Опять. Перекрываем. 40 мегаома есть. Так, рабочий. Так, а этот. Прикрываем. Что-то этот не хочет. Так. Ну вот, показывает теперь. Видоконтакт плохой. 30 мегаома показывает. Так, есть. Так, проверили мы эти. Давайте ещё этот, который... Первый у нас был. 34, ну, 40 мегаома есть. Нас сам. 145. Так. Ну, давайте два этих проверим. Мелкие. Что покажет? Так, в одну сторону. 5 килоом также. Прикрываем. Видите, что-то вообще не показывает сопротивление. Мегаомное. Очень большое сопротивление. А нет, что-то... Что-то выскакивает. До 40 мегаома выскакивает всё-таки. Так, обратно. 160. 0,6. 160. Ну... Так, ну, она работает у нас. Сейчас ещё... Одно. И всё. 0,5. Перекрываем. Ну, так же. 40 мегаом и выше. В обратную сторону. 130. Ну, так же. Точно так. От 0,6 килоома до 140, 150, 120, 130 килоома. Так, ну, так вроде бы проверили мы всё. Так вроде бы работают наши датчики, датчики освещенности. И вот эти два. Вот я не знаю, какой ставить. Наверное, придётся ставить вот эти маленькие. Это слишком большие были. А может, и эти поставлю, посмотрим. Какой будет лучше работать. Как датчик освещенности. То есть, датчик переключения инфракрасной подсветки. Так, ну, всё. Спасибо за внимание. На этом я заканчиваю наше видео. Так, всем... Всем пока. Сейчас сложу здесь всё. Так, всё. Спасибо за просмотр. Спасибо за терпение, что посмотрели. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...